Центральный банк Англии Капитала – это один из способов преодоления греческого кризиса. Но другие считают, что эта мера является неэффективной и может привести к повторению кипрского кризиса. Что вы думаете об этом? Я не думаю, что контроль над капиталом поможет в данной ситуации. Европа находится в состоянии кризиса уже на протяжении нескольких лет, и они уже должны были задать себе вопрос о том, сколько же еще капитала там осталось. На самом деле у людей уже было достаточно времени для того, чтобы хеджировать риски или даже вывести капитал из таких проблемных стран, как Греция. Ведь эта страна находится в сложной ситуации уже не первый год, и это ни для кого не сюрприз. На мой взгляд, сейчас большинство стран находятся в стадии анализа. В рамках переговоров все твердо придерживаются заранее намеченной позиции. Поскольку если в самом начале переговоров ваша позиция будет слишком гибкой, то, возможно, в будущем именно вас заставят ее поменять или уступить. На данном этапе я полагаю, что можно избежать усиления кризиса путем проведения переговоров. Но в любом случае кто-то должен их начать. «Откровенно говоря, в последнее время реакция рынков была довольно ограниченной. Доходы по государственным облигациям Греции только недавно выросли до 10%, судя по последним протоколам Центрального банка. Но они все еще ниже максимальной отметки в 10,79%. Сегодня практически все европейские индексы ведут себя достаточно спокойно и понижаются лишь незначительно». Последние данные рынка труда и данные о потребительских расходах США говорят о том, что уровень занятости в несельскохозяйственном секторе должен быть достаточно высоким. Дженет Йеллен также отметила усиление рынка труда на последнем заседании Комитета по операциям на открытом рынке. Но открытым остается вопрос о том, почему же не повышаются заработные оплаты. Что вы думаете об этом? После публикации данных о занятости от ADP, я полагаю, что в несельскохозяйственном секторе будет создано 220-225 тысяч новых рабочих мест. И это достаточно положительные данные. Если эта цифра будет меньше 200 тысяч, это будет означать, что рынок труда сокращается, и, соответственно, Федеральный резерв будет откладывать повышение ставок на неопределенный срок. Если количество новых рабочих мест превысит отметку в 250 тысяч, это будет означать, что рынок труда силен, и, возможно, Центробанку придется приступить к нормализации монетарной политики раньше, чем они рассчитывали. Если же показатель занятости варьируется от 200 до 250 тысяч, это означает, что у них есть пространство для маневров. В целом, сейчас ситуация на рынке труда не совсем положительная, потому и уровень заработных плат повышается не так быстро, как было запланировано. На самом деле, существует возможность также возникновения и негативных сюрпризов, поскольку сейчас значительно увеличилось количество увольнений в сфере добычи нефти и газа. И это также может оказать нисходящее давление на уровень зарплат в краткосрочной перспективе. Из-за резкого падения цен на нефть сейчас происходит сокращение довольно высокооплачиваемых рабочих мест. Насколько сложным будет решение госпожи Йеллен с точки зрения временных рамок ужесточения монетарной политики, учитывая условия валютной войны, в которые втянута и Америка? Конечно, такие условия только усложняют принятие решения об ужесточении монетарной политики. Сейчас, возможно, для США было бы логично повысить ставки хотя бы до 1%. Это придало бы гибкость экономике в будущем. Но, с другой стороны, это будет противоречить общей тенденции в мировой экономике, ведь сейчас многие банки проводят смягчение монетарной политики в какой-либо из форм. Они либо снижают ставки, либо внедряют программу количественного смягчения, или снижают резервные требования, как это сделал Китай. И сейчас Центральный банк США превратился из банка с самой мягкой монетарной политикой в банк с самой жёсткой политикой. И это действительно может стать проблемой. Другой важный момент в том, что курс американского доллара повышается. А повышение курса валюты, в принципе, эквивалентно ужесточению монетарной политики. Госпожа Ейлан также стоит оценить, какое влияние на экономику оказало повышение курса валюты. И ещё один важный момент – это, конечно же, переход в среду с низкими ценами на нефть, который был весьма проблематичным для некоторых сфер экономики, таких как нефтяная и газовая. Но при этом снижение цен на нефть оказало поддержку другим сферам экономики и помогло наполнить карманы населения. Возможно, Федеральному резерву придётся подождать, пока появятся результаты всех изменений, которые произошли в течение нескольких последних месяцев. Кулин, учитывая всё, о чём мы говорили ранее, как вы прогнозируете движение курса пары евро-доллар в течение нескольких следующих недель? В течение нескольких следующих недель курс этой пары, скорее всего, стабилизируется в диапазоне от 1,11 до 1,17. На данный момент курс этой пары находится примерно на уровне 1,1350 – 1,1550. Уже на протяжении некоторого времени курс пары евро-доллар находится под давлением. Этому способствовало стремительное повышение курса доллара, понижение курса евро, а также ожидание по поводу внедрения программы количественного смягчения в Европе. И это решение уже было принято, потому вскоре это должно отобразиться и на состоянии валютного рынка. Если не произойдёт каких-либо кардинальных изменений в Греции, то текущая тенденция, которую уже учли участники рынка, будет продолжаться в будущем. Поэтому я полагаю, что вскоре курс стабилизируется в вышеобозначенном диапазоне. Колин, спасибо за ваши комментарии. Приятно было пообщаться с вами. На этом наше время подошло к концу. Также сегодня на Дукаскопе ТВ смотрите свежий выпуск программы «Обзор товарных рынков и новости индустрии». Не пропустите. Всего доброго.